Одна из основных задач наших занятий на controlpaint.com это разбить сложные задачи на небольшие выполнимые этапы. И у начинающих художников одной из основных проблем является отображение поверхности. И в этом видео я покажу вам, как я работаю с поверхностями. Под отображением плоскости я понимаю то, как свет взаимодействует с той или иной поверхностью. Например, если вы сейчас взгляните на свой рабочий стол, то скорее всего на нем вы найдете блестящие объекты и объекты с матовой поверхностью. И все дело в текстуре поверхности. И когда вы пытаетесь рисовать реальные предметы, для придания правдоподобности очень важно показать характеристики поверхности. Идея провести занятие на эту тему пришла мне после того, как я увидел, как 3d-художники собирают и работают с материалами поверхности для графических редакторов. Итак, я возьму двухмерную фотографию камня и затем попробую представить эту плоскость обернутой вокруг трехмерной сферы. То есть я не просто буду переносить текстуру с оригинальной фотографии. Вместо этого я буду анализировать поверхность и пытаться узнать о ней больше. И в следующий раз мне будет легче создать ту или иную поверхность при работе с иллюстрацией. Вот фотографии и в левой стороне и на правой стороне я вырезал из слоя кружок. И я буду рисовать на слое под ними. То есть, вы видите, я рисую, но краска видна лишь на кружке. Во время работы я буду брать образцы цвета со скалы. Мне интересны такие моменты, как, скажем, переходы между темными и светлыми оттенками. И в нашем случае переходы довольно-таки гладкие. Светлые тона плавно меняются в темные, так как сама поверхность матовая, а не блестящая. В нашем случае переходы довольно-таки гладкие. Светлые тона плавно меняются в темные, так как сама поверхность матовая, а не блестящая. Сначала я отображу заметные крупные изменения цвета, а затем уже перейду к менее крупным деталям поверхности. И сейчас я создам новый слой, выберу меньшую кисть, плоскую и жесткую. Теперь я наношу мазки, обозначая неровности и выступы на скале. И вот я немного перемотал здесь, и теперь я буду работать с краями. И вот вы видите края на фотографии. Как видите, они расположены стопкой друг на друге. Это результат воздействия воды. Это мне и нужно отразить. Итак, еще раз, основная наша идея – это наблюдать и учиться, узнавать новое о поверхностях, а не просто перерисовывать фотографию. Именно поэтому я анализирую формы, которые вижу, и затем накладываю их на трехмерную поверхность. И я надеюсь, что так вы лучше поймете особенности материала и то, как он взаимодействует со светом. Кроме того, дополнительный бонус в подобных упражнениях заключается в том, что вы можете сохранить результаты вашей работы. И по мере учебы у вас накопится довольно внушительная библиотека текстур, которые вы сможете использовать в собственных работах. Продолжение следует...